Война и мир И вдруг литература, писатели, поэты и все остальное Мне кажется, очевидно, что одной из проблем Одним из аспектов сегодняшнего непростого периода Является борьба за умы Собственно говоря, ничего бы от тех проблем, которые у нас есть В том числе на поле боя, может быть, даже и не было бы Или они были бы другими Если бы мы в какой-то момент эту борьбу за умы Вообще не выпустили из рук И местами абсолютно не проиграли и так далее Сейчас, если мы не начнем об этом думать Сейчас, если мы не начнем формировать мнение будущего поколения Мы можем проиграть то, за что сейчас бьемся на полях сражений То есть то, где мы сегодня льем кровь Все это может оказаться лишним Если следующее поколение, условно говоря, придет И спустит флаг добровольно Потому что в голове ничего не изменится В душе ничего не изменится И в том числе и даже с целеполаганием нынешних действий Есть проблема, заключающаяся в том, что лет 30 подряд На самом деле внушалось то, что вообще Какой может быть суверенитет? Какой русский мир? Какая история? О чем говорит? Мы все неправильные Все у нас неправильное Вот есть повестка, задаваемая с Запада и так далее Это немножко поверхностно, естественно Но тем не менее Здесь идет война за души людей За умы людей И писатели, поэты, литераторы Книгоиздатели Находятся на самом деле на переднем краю этой борьбы А вот есть ли это ощущение у самих писателей Поэтов, книгоиздателей и так далее Какое положение в этом деле сейчас? Ну наше место, конечно, второе Это понятно, что все решается на поле боя И я вот только что сейчас Я открывал письма, которые мне Даже не письма, а записки, которые мне пишет писатель Который находится сейчас на линии боевого соприкосновения Это Дмитрий Филиппов Вот, это мой друг С очень давних времен Я писал предисловие к его роману «Я русский» Он вышел, наверное, в 15-16-м Незадолго до всей этой истории Но уже после того, как Украина началась Это один из первых писателей Он ленинградец, петербуржец Который, в общем, выступал сразу с непреклонной позиции И никогда ее не менял Сейчас он находится в питерском батальоне Вот он сапер Очень сложно говорить о каком-то там переднем крае Когда ты читаешь вот эти вот его Ну, порой отдающие отчаянием каким-то, да Но и светлой надеждой Вот эти коротенькие записки Сереж, как ты? У нас то, у нас все и так далее И когда ты еще разыскиваешь парня Который с 26 апреля не выходил на связь Это парень из Уфы Вот, по просьбе, да Ну, какой передний край, да Мы тут собираемся в каких-то, да Вот, Союз писателей России Это единственный Союз писателей, который выступил Непреклонный однозначно за нашу специальную военную операцию И с тех пор тоже ни разу не менял позиции Мы собираемся, мы что-то издаем Какие-то маленькие книжки Что-то огромным тиражом поступает на фронт Там распыляется, да Мы не можем рассчитывать на какой-то отклик и так далее Но в то же самое время есть понимание, что Если мы не будем этого делать каждый день И если каждый день ты не встаешь И там, я вот хожу мимо Новодевичьего монастыря На свою работу, да Там такой кластер православный Если я не обернусь на врата На надвратную церковь Если я не перекрещусь на колокольню Потом на надвратную И не помяну всех, кого я знаю Ребят, которые находятся на лине боевого соприкосновения Значит, я просто ничтожество Поэтому я поклялся себе Что каждый день я буду внутренне един с фронтом На фронте или не на фронте Это все равно Ну и все-таки Я вот немножко поспорю Насчет переднего, крайне переднего Да, мы помним вот этот один из лозунгов Тоже советское время Великое Отечественное войное Перо Привоняйте к штыку Да, и так далее, и так далее Все-таки ясно, что идет борьба Но борьба за умы важнее Потому что проигранная борьба за умы ведет к крови Вот то, что война случается там Где проиграли дипломаты Проиграли политики Проиграли писатели Проиграли деятели искусства Вот там случается война Как и исход вот этих вот вещей И все-таки вот состояние нынешней литературы Вот я честно скажу Я немножко от этого далек Поэтому не очень себе представляю Я помню, как бы, да, вот условно говоря Слом эпохи 90-е нулевые Вот, а потом, как бы, потерял Связь с этой, так сказать, действительностью Во-первых, каково все-таки отношение К этому в творческой писательской среде К тому, что происходит Да, потому что, ну, разделение-то Совершенно очевидно, скорее всего, есть А во-вторых, что делать-то, да Для того, чтобы Во-вторых, вот нынешняя ситуация Она дает плоды с точки зрения литературы, да И дальше, что делать с тем, чтобы Ну, побороться уже за умы Как бы, грядущих поколений Тем более, которые, так сказать, не читать не хотят Так сказать, не писать особо не стремятся Мне сложно говорить о следующих поколениях Потому что это действительно Ну, давай с этим разберемся, да Да, давайте разберемся с двумя только цифрами Которые я назову Значит, более 90% издаваемой в России литературы А это на минуточку в год Это издается более трети миллиона, да Экземпляров различной литературы Но вот более 90% этой литературы Я имею в виду художественные, да, они учебники Находятся в одних руках Это господин, который Осредоточил в своих руках Невиданную монополистическую власть Над всем, что издается Все остальные издательства Их несколько тысяч в стране Они выпускают Свои книги Совокупным тиражом Ну, каждое из этих изданий Больше половины книг Вот этих малых издательств Выпускается меньше тысячи экземпляров Ну, все понятно, по-моему, да, здесь И вторая цифра Я склонен назвать ее Именно потому, чтобы вы имели понимание О том, что вообще такое Вот это современный книжный рынок В России Более 90% это литература переводная То есть это различные там Ребята, которые, значит, достигли успеха В Европе, в Соединенных Штатах Америки Их быстренько, значит, здесь берет какой-нибудь институт перевода И быстренько находят людей, которые это переводят Эти, наверное, великолепные, значит, новеллы, романы Все, что угодно Но это не русская литература Более 90% Этими подсчетами занимается Как Союз 24 февраля Наверное, есть такое понимание, да Вот что это за Союз, да Это вот молодые и не очень Вот у меня нет понимания Есть, вот создан сейчас Союз 24 февраля Там объединились несколько очень талантливых молодых людей И они, им просто надоело вот это состояние современной русской литературы Они провели кое-какие подсчеты Подсчеты проводятся и в Союзе писателей России Вот они, как бы, параллельными курсами идут эти люди И они поняли просто, что для русской литературы В современной вот этой действительности места никакого нет То есть эти тиражи по меньше тысячи экземпляров Ну, я имею в виду 200, 300, 500, да Это не то, что не хватает там на страну Этого не хватает на город На поселок городского типа этого не хватает То есть этих тиражей, считайте, нет Эта статистика передана не только в Российский Книжный Союз Но она передана и в Федеральную антимонопольную службу Которая только недавно, вот в прошлом году, стала обращать внимание на то Что рынок учебников у нас тоже монополизирован до крайней степени То есть всего два крупнейших издательства «Монополиста» издают учебники То есть, соответственно, они диктуют нам картину мира Это тот самый диктат, сверхмонопольный диктат Который мы располагаем сегодня в современной русской литературе Ну, я, честно говоря, плохо в этом разбираюсь Но, тем не менее, подозреваю, что с этим есть проблемы А вот к вопросу о содержании Огромное количество переводной литературы С чем это связано? Это связано с инерцией? Это связано с тем, что лучше продается? С коммерческой составляющей? Или это связано с какой-то все-таки такой подспудной Подспудно навязываемой идеологией? То есть все равно, да, как бы Есть настоящая жизнь там Ну, а есть что-то такое, что делаем мы здесь Что ясно, что вот такой подход, как бы Но он к тому, чтобы двигаться дальше В суверенное, что называется, будущее Ну, никак не Не, так сказать, он никак не приспособлен То есть вот в чем эта причина? Вот она в чем? Это деньги? Это идеология? Это инерция? Я эту причину ощущаю уже 30 лет Вот с тех пор, как я там заступил на территорию Современной Словенции Я эту причину ощущаю Она одна Это полнейший диктат со стороны Развитых так называемых стран В том, как должны развиваться другие страны Вот страны 3-го, 4-го, 5-го, 7-го, 16-го мира Им положено только молчать и слушать Молчать и слушать людей с университетским образованием Я имею в виду, конечно, ну, наверное, Оксфорд, Кембридж, там, я не знаю, какой-нибудь Мазачузетский технологический университет Вот что говорят эти люди? Мы должны это выслушивать Есть там такой, значит, как бы квази-интеллектуальный сегмент словесности То есть это так называемая университетская литература Это люди на большие такие свои собственные национальные, подчеркиваю, гранты Выписывают под копирку, под кальку, под какой-то лекало Они выписывают сюжеты, которые диктуются Вот как сейчас современному Голливуду диктуются То есть, например, больше людей с темным цветом кожей Во всех театрах, во всех фильмах Давайте сделаем Золушко негритянкой Давайте сделаем японкой Джульетту И все пойдет потому, что у нас мультикультурализм Вот точно так же эта повестка холодной С таким совершенно вот лягушачьим сердцем реализуется и здесь Переводная литература — это рычаг, который глубоко заползает в сердце каждого читателя И они, вот эти авторы, они делают все для того, чтобы настроить человека на вот этот будущий новый прекрасный мир Какой он? Он не просто мультикультурный Он допускает любые виды извращений Он допускает любые виды там этих самых союзов людей между собой Это любые конфигурации То есть, чем разнообразнее конфигурации, чем она непонятнее, чем она, ну, воспринимается, честно говоря, вот омерзительнее То есть, я не знаю, семья может состоять из пони, зайца и какого-нибудь там одинокого престарелого человека И это не дед Маза и зайца, я подчеркиваю, да? Это именно вот какое-то интимное сожительство, которое описывается в духе такого, знаете, вот забавной такой вот полусказки А потом это все переходит совершенно на реальные рельсы А вот как вы будете чувствовать себя, если вы будете, скажем, один на Марсе И вас будут окружать только ящерицы, допустим Да ну, вам придется же смириться, да, с этим, да? Ну, какая традиция, о чем вы говорите? Какая там семья, мама, папа и дети? Это ерунда полнейшая, да? Это все наследие тоталитаризма Давайте это забудем Давайте это забудем Ну, вот и все И вот эта литература, вот мало-помалу читатель, который читает, скажем, только иностранную литературу И вот эту переводную литературу, он полностью отрывается от каких-либо национальных корней Он полностью вообще забывает о том, что он муж, отец, там, жена, мать, сестра, бабушка Вот эти родственные связи, они рвутся вот на глазах буквально И он начинает быть, у него совершенно становятся оловянные глаза И он понимает, что он живет в дивном новом мире Это огромный рычаг, идеологический инструмент, который холодно и последовательно осуществляет вот эту повестку отрыва человека от человеческого Ну и плюс начинает плыть вся система ценностей, добро и зло Что правильно, что неправильно и так далее, и так далее Но, вот опять же, как, на твой взгляд, это все-таки осознается теми, кто занимается этим книгоиздательством? Или, то есть, понимают ли они, что, условно говоря, вот этот огромный вал переводной литературы И все то, что сейчас пишется на Западе, в значительной степени находится под давлением некой политической установки То есть, это не просто, условно говоря, художественное творчество, да Это в том числе результат политической установки, которая действует И таким образом, значит, перенося это сюда, вольно или невольно, понимают или нет Но они эту политическую установку, как бы, поддерживают и несут ее в массу Они это понимают, на твой взгляд, или нет? Сергей Александрович, они все прекрасно понимают Потому что все эти издания, да, не могло бы быть в России такого вала вот этой переводной литературы Если бы они это четко совершенно не понимали Если бы это издание не было поддержано серьезнейшими совершенно финансовыми вливаниями Мне все равно здесь, кто здесь осуществляет это под спутные финансирования Каким каналом эти средства поступают? Но они поступают, это факт Потому что мы знаем историю вот этого как бы бестселлера, как бы пионерского, как бы летнего Вот лета в пионерском галстуги, вот эта ЛГБТ, вот эта книжка Которая была осуществлена компанией, которая располагалась то ли в Норвегии, то ли в Швеции Мне тоже, честно говоря, все равно, да, искать вот эти вот установочные данные А, по-моему, это ирландская компания была Вот они холодно совершенно осуществили вливание 12, по-моему, там, то ли миллионов долларов, то ли еще чего-то Вот они появились на балансе Мы же это все отследили, да, вот как эти деньги появились Из Ирландии перекачивать средства на счета вроде бы русской компании И начинается вот этот пандемониум Я также убежден, что кто бы это ни осуществлял Там, Федеральная резервная система Или Госдепартамент Соединенных Штатов Или Европейский Союз Или какие-то там, я не знаю, Европейский Совет Да, есть множество организаций Еще недавно в России работало огромное количество вот этих западных фондов То есть осуществлялись какие-то программы То ли поддержки бизнеса, предпринимательства То ли поддержки каких-то там гражданских свобод Они работали здесь совершенно вот до появления каких-то нормативных актов Которые запрещали их деятельность Совершенно свободно Деньги бросались туда-сюда И вот из этих средств огромное количество, конечно, огромный процент Выделялся на идеологическую обработку населения При помощи вот этой переводной литературы При помощи специальных программ На радио, на телевидении, да, где вообще эта тема звучала Перестраивался вот этот самый исходный код Исходный код русского человека Мы продолжим этот разговор Это передача «Военный мир» Сергей Михеев у микрофона И у нас в гостях Сергей Сергеевич Рутюнов Поэт, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени Горького Научный сотрудник издательского совета Русской Православной Церкви Оставайтесь с нами Война и мир